привет лесяне гости жители моего сказочного леса у меня сегодня к вам разговор есть с финишем пришла я не просто так но для начала нужно нужно начать сначала извините за тавтологию разговариваем мы сегодня о наборчике это фирма сделать своими руками ну или андриана новоселье лисы я уже вам рассказывала в нескольких соцсетях об этом наборе моем с ним отношений удивительным просто непонятным значит давайте к исходным данным сначала обратимся этом аида 16 каунт я вышивала на родной канве мулине х бы я не нашла чья не размер готовой работы 14 с половиной на 13 с половиной сантиметров количество цветов 27 тут были бленды обычно я пишу плюс сколько-то блендов виды швов я тоже прописываю себя блокнотия крест полукрест в 32 и одно сложение и шов строчка он же бывший бэк и фирма андриана предлагает нам вместо слова бленды слова меланж употреблять это это слово заимствованное только бленды это английский меланж это французский меланж уже давно знакомо это слово в вязальном сообществе у них прям так и называется это соединение в одну нить нитей разных контрастных цветов по сути у нас то же самое да контрастных не всегда контрастных бывает но тоже соединение в одну нить разных цветов и для меня это было открытием я благодарна фирме андриана мне нравится слово меланж почему бы нет и она используется в русском языке аж там со времен ссср если не раньше но по крайней мере у меня на слуху из того что я не вдавалась подробно в этот момент но слово мне понравилось почему бы почему бы и нет она же раньше мы лил было заимствовано это сейчас вот эти всевозможные стичи пошли потому что у нас много уехавших в америку вышивальщиц у нас первые наборы были не российского производства заграничного соответственно они свои слова навязывали и внедряли ну правильно так оно и так везде бывает но сейчас рост огромный скачок произошел связи с известными событиями в скачок в развитии именно российского вышивания наборов для вышивания наших фирм что-то конечно закрылась вот созвездие закрылась я очень очень горюю потому что я бы очень хотела но жить еще из серии там была серия лисичку и рысь я по моему купила успела урвать а волчка и оленя по моему так нет я очень хочу найти может быть у кого-то есть запасах и кто-то не хочет вышивать можно я у вас куплю я не прошу подарить я прям вот да готова купить эти наборы я очень я не успела алла белочка канал на ютубе и во вконтакте продавала из запасов вот эти наборы именно те которые мне нужны но я не успела в общем я обновляю страницу а ей уже заказчик написал человек который вышивальщица купила вот медленная медленный газ так и созвездие закрылась да но открываются и развиваются новые фирмы и сюжеты у них прекрасные развиваются наши дизайнеры в том числе и патриотическое направление то что мне очень очень нравится потому что даже через вышивку можно доносить любовь свою к родине свое почтение свое уважение ну почему бы и нет все имеет место быть так дальше что-то я в дебребред опять ушла ну ну это особенность моего канала да вы же за это меня любите и что я еще хотела сказать у меня есть вот прям в блокноте вы сейчас видите я себе делала такие заметочки о чем сказать а я нашла информацию когда вышивала что в кулинарии меланж это смесь белков и желтков но не обычная смесь если вы пойдете разобьете и помешаете нет не омлет а особая по особому рецепту если вам интересно наберите где это используется не случайно не вы не выпечки в общем если вы это знаете напишите в комментариях давайте друг друга образовывать не только я вам какую-то информацию но и вы мне что-то полезное в моде меланж это ткань из волокон окрашенных в разные цвета слово французское переводится как смесь смесь ингредиентов в австрии меланж там меланжем называется кофейный напиток приготовленный по особому рецепту также есть танец меланж и окислитель меланж представляете слово то какое разносторонние обширное значение имеет это все конечно очень и интересно так вот начала эту вышивку я 30 30 июля закончила 11 августа вышивала сложно скажу я вам давайте немножко посмотрим видео как это было первые крестики как это волнительно как это интересно новый набор а быть может новая фирма меня вот новая фирма я ни разу не вышивала и и впереди много открытий впереди много побед вышивальных потому что непривычные значки непривычная подача вообще сама подача ключ каждый раз смотришь и удивляешься фантазией вот этих дизайнеров фирм будто у них какое-то соревнование между собой чтобы как можно проще донести до вышивальщицы информацию как можно проще облегчить как можно больше облегчить труд вышивальщицы это так всегда завораживает и сердечко бьется чаще вот ради этих первых крестиков на конве я вышиваю лисят надеюсь что вышли быстро но очень сложный ключ для меня пестрый яркий много часто смена нитей тут я насколько вижу на схеме ни одного нет ряда клеточек чтобы было больше 6 6 6 6 клеток одного цвета то есть очень часто меняйте нитки из недостатков на данный момент схема о схема пришлось разрезать органайзер потому что он длиннющий был еще третья часть гораздо больше этих и он был сложен в 3 и соответственно он дугой торчат мне удобно он никуда не помещался и мне не нравилось а когда разрезала стала даже побыстрее как-то вышиваться полегче ориентироваться я вот они висят вот так изначально прижатые я их перевешиваю сюда потому что мне здесь удобнее из кружочков убрать ну в общем то на данный момент это все я продолжаю вышивать планы пока себе не ставлю начала вот с лужайки я иду с середины вверх а куда меня еще занесет вправо влево тут вот дорожка и домик деревья горы небо посмотрим в общем не будем загад не будет богат вы думаете чё я молчу я молчу потому что йокарный бабай пришлось пороть целую тропинку вышла не тем цветом я не знаю куда я смотрела смотрю в книгу вижу фигу что делать вот бывает такое сегодня видимо не день вышивки день йокарного вышиву на вот так вот злой злой персонаж у вышивки должен быть кроме меня ой интересно давайте на в комментариях набросаем словесный портрет йокарного не вышиву на а я попробую его нарисовать чтобы вошел в наш вышивальный мир потому что у каждого такое видимо бывает что нужно пороть много это такая душевная боль я не могу ладно все это перемелется мука будет я опять начинаю тропинку уже нужным цветом вышивать я даже не знаю как так получилось то ё-моё да вчера был какой-то очень злой не вышиву потому что йокарный не выше вон потому что я вышила еще вчера дорожку вот столько и распорола ее перепутала значки перепутала цвета все перепутала а сейчас вот у меня не пошла рука вверх почему-то обычно идет нормально а сейчас хочется лисят вышивать и все что вокруг я наверное низ отошью и пойду вверх я люблю снизу вверх ну все по логике сначала маленькие лисятки потом лисятки вырастают становятся родителями потом покупают себе новый красивый дом красивом месте дом мечты получается такая сказка и пусть попробует сказать что вышивальщицы не ну просто что поют без души без мысли нет мы думаем мы представляем фантазируем вот истории даже такие рождаются у нас в головах разные всякие мечты вышивка это инструмент для для отвлечения отвлечения помогает собраться с мыслями собраться с мечтами вообще совсем собраться и более продуктивно двигаться к своей цели то есть по тому как вышивальщица движется своей цели вышивки можно вполне резонно представить какова она в работе в любви в домохозяйстве во всем потому что вот я просто сейчас подумала резко такая мысль а я вот какая вышивальщица такая хозяйница то у меня не вышиваны какие-то то у меня настроения нет как эмоции влияют на мою вышивку так они влияют и на мою жизнь иногда негативно вот дебри бреда за вчера еще читалась сегодня посмотрим сколько вышится сегодня это вы уже увидите в завтрашнем отрывке отчет за два дня у меня еще были выходные вот столько вы вообще не вышивается не знаю то ли потому что жара началась потому что голова болела сильно ну никак сколько смогла столько и вышила очень часто смена нитей много блендов непонятно для чего это и зачем зачем превращать ми миниатюру ну да миниатюра сколько 14 с половиной на 13 с половиной в многоцветку плюс еще здесь в разное количество сложений то есть я понимаю но вот брусчатка наверное хотели сделать что прям вот брусчатка подобным выпукла 3d эффект насколько это целесообразно вот в чем вопрос чем сомнения мучают меня ну я понимаю что это авторская схема авторские схема они почти все такие какие-то недоработанные что ли вот не знаю поэтому хочу отучиться на автора дизайнера схем чтобы уж критиковать так критиковать их колокольни больше нет я хоть вам по ною не могу больше вчера и меня не было много дней из них вышивала я всего четыре дня и совсем по чуть-чуть прям по несколько десятков клеточек крестиков и все вчера я вышила крышу и распорола ее полностью потому что ошиблась это какая-то заколдованная вышивка я уже наверно четыре раза порола ее по многу прям и из-за одиночек неоправданных из-за не знаю чего вроде схема несложная но это просто надо с ней заканчивать как-то либо либо себе завести еще один процесс на котором отдыхать без нервов я думаю об этом у меня же должна продвигаться лисий елка поэтому может быть игрушек повышевать на пластике ли лис в общем это просто меня нет слов я не знаю вот иногда хочется просто промолчать столько эмоций столько эмоций я думала сейчас я включу камеру я вам все выплесну я не хочу это выплескивать просто не хочу ругаться матом эмоций много но хочется просто вот либо хорошо либо ничего ну что за фигня то такая поделитесь впечатлениями кто вышивал тоже эту вышивку давайте сформулируем наше общее какое-то мнение я не думаю что по одной вышивке можно судить всю фирму не думаю даже уверена потому что у них вот у этой фирмы очень много сюжетов других фильмов фирма просто попроще или посложнее много авторских схем авторы как известно рука разное понятие составление схем разное поэтому не хочу делать поспешные выводы но вот конкретно про этот набор этом мане тяжело почему-то хотя я уже думала что мне кроме многоцветок ничего не тяжело сижу вышиваю и вдруг меня синяет на что похож этот дизайн это прям вылитая тардис и помните который я вышивала там в зависимости от времени года основной рисунок обрамляют а подарки то листочки то листья сакура на то есть вот этот вот момент он выдает может быть руку художника давайте вместе расследуем это дело но интересно мне и для начала нужно понять че 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 рука кто кто здесь кто здесь художник сейчас резкость наводи кравцова анастасия кажется вам видно и теперь сейчас я запись с экрана найду вот я наберу просто кравцова анастасия художник вот как выглядит девушка красивая и и и выдает опять вот этот круговой дизайн вот она ее лисы ссылка на неё и всякие она очень любит похожих круги грибочки вот такие есть авторская схема оказывается тут написано кравцова в скобочках еремеева анастасия овечкины забавы так 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 это вот она да это она держит хозяйка группа овечкины забавы или нет бренда продажа сейчас посмотрим вк сообщество картинка у вас плывет ой какая красота и везде эти круги тут должна быть загадочная детективная музыка круги опять так 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 я хочу найти есть ли тут вообще хоть намек на торт из и я знаю что на торги сах на схеме был написан вообще алиса кротик это может быть дизайнер схем по дизайном я прошлась по товарам прошлась вот именно здесь не нашла торги с но очень много круговых вот и вот они эти кошачья ипотека то есть понятно я не знаю как андриана берет фирма для андриана берет свои договаривается ли она с с авторами и дизайнерами это в общем не важно важно что они придают ладно мы покупаем и тут ловечкиных забав их есть ли кто художник нет не написано кто художник так и что еще я пошла опять google набрала тардис на первый попавшийся сайт зашла бобин рукодельный магазин что у нас здесь тарды зима по авторской разработке студии моя вышивка так 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 схемы не подлежат распространению каким-либо способом нам нужен здесь автор художник у них есть свои вк страничка автор иллюстрации евгения кутняк ну то есть значит просто похоже значит моя теория не оправдалась так сейчас еще евгения кутняк посмотрим картинки и его милая девочка так 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 а если мы допишем тару диск ну вот осенние зимние ну вот тардисы иллюстрации как они выглядят у евгении красота не оставляет мне эта тема пошла я вот в сообщество группы овечкины забавы и тут нигде не сказано что анастасия художник то есть теоретически она могла купить у художника картинку выкупить с авторскими правами чтобы уже наверняка больше никто по его картинке схемы не делал ну как мы видим делают еще как много всего делают схемы являются объектами моего авторского права но это вот анастасия пишет предназначен только для личного пользования и самостоятельному распространению продажи обмену дарению выкладыванию в сеть а также свои личные страницы и закрытые альбомы не подлежат спасибо за понимание но это конечно это понятно но про художество вот и чтобы и в ее прям исходники были я нигде не увидела и не нашла поэтому не исключено что действительно художник у тардиса и у этих лисят один и тот же или я что-то не понимаю также на странице анастасии есть такое интервью про нее где вот написано какие сюжеты любишь рисовать больше всего совпадают ли они с теми которые любишь вышивать у меня есть несколько художников с кем работаем плотные по любви 90 процентов вышивальщицы разделяют эти чувства то есть вот несколько художников а вышивать и рисовать рисовать здесь используется вот именно рисовать схему составлять схему еще один вышивальный день позади и вот последний раз то что мы с вами встречались вот сколько выросло небо горы и немножечко выросли деревья уже просто очень хочется дошить легче не стало но очень хочется дошить и забыть как страшный сон пока что даже покупать перехотелось те остальные три набора из этой серии остановлюсь на этих лисах пусть будут они только не знаю я все-таки верю в знаки в нашей жизни в приметы если это набор на мечту значит она несбыточная или в определенный момент жизни не может сбыться вот у нас тоже переносится переезд постоянно из-за каких-то независимых от нас причин и вот поэтому видимо и тянет время это вышивка из меня силы и время как-то так сейчас приступлю к работе не знаю сколько получится столько получится но хочется уже как-то ее зафиналить зафиналить вне зависимости от зобычи мечт и желаний просто пусть будет откладывать в долгострой я вчера думала думала пока вышивала потом вечером посмотрела вроде нормально вышелось по немного немало немало и вроде бы можно и закончить за пару дней поэтому и не хочется откладывать но будь что будет потому что хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах так всегда получается вот нужно просто делать и все делать то что надо то что должно как в общем то и всегда привет всеми сейчас уже такое время когда не совсем видно прибавление то есть я заполняю пустоты внутри вышивки и по объему она не растет смотрите по сравнению с моей рукой малышня но трудно трудно конечно но хотя мне кажется может быть люди же разные сколько людей столько мнений кому-то будет легко ну не вот почему-то постоянно парил 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 как вот блуждаю по схеме постоянно ошибаюсь не знаю почему так происходит пока что выводы буду делать когда уже все закончил очень нравится сочетание цветов переливы переходы все классно все очень-очень нравится я не ставлю себе целью за сегодня прям закончить все крестики или закончить всю вышивку я не знаю уже поздно и у меня сегодня несколько частиков на вышивку но посмотрим попробуем как будет так будет я уже давно не вышиваю на желание прям вот чтобы очевидно что прям вот как написать сзади карандашом как это обычно делают вышивальщицы но я просто спросить спрашиваю вышивки если ну способна она что-то мне помочь изменить на каком-то кармическом уровне я уже несколько видео у меня было с психологической точки зрения как сбываются желания я понимаю тех кто пишут что ты ни копейки не вложила и хочешь чтоб тебе прям дом или квартиру дали нет я не этого хочу я тогда в тех видео не знаю сейчас ссылок не могу дать смотрите вот эти болталки мои разговорные ответы на теги там все есть с психологической точки зрения когда человек настраивается он начинает больше работать он начинает больше осознавать он визуализирует свои мечты и так далее и тому подобное там я много прям научно все объясняю и именно вот это предподготовка к исполнению мечты она настраивает на человека на нужный трудовой лад и поэтому мечты сбываются это что касается материальных мечт что касается мечт там а ребенке допустим медики советуют не просто так что если там пара нет никаких физических отклонений это неправильное слово не обижайтесь ну предпосылок лата к тому чтобы не рожать если пара абсолютно здорово они молоды счастливы любят друг друга но не получается нужно просто настроить гормональный форум женщины на на беременность роды советуют завести котеночка собачоночка некоторые пары более смелые причем это описано даже в медицинской литературе берут ребенка из детского дома и тут же почти практически за год меняется гормональный фон женщины перестраивается на материнство и она беременеет бывает и такое и это не редкие истории и у меня даже вот сюжеты были на эту тему и будут еще выложены на бусте так что подписывайтесь туда тоже там у меня не только асмр контент шепотом не только шепотом я разговариваю ну и свои сюжеты выкладываю старые даже те которых не было нигде и не будет потом опять дебри бреда мне кажется я ушла а так вот у этой вышивки я спросила если вдруг там поможешь по-братски как говорится то помоги и она мне сразу показала что пока что не время но я все равно и и дошила и я понимаю что она сработает но в перспективе пока у нас делается ремонт и пока мы не переедем хоть я и вышла на воселье а показывала она мне как частыми уколами в руки не шел в руки процесс рвались нити хотя хорошее качество я ничего не могу сказать плохого нитки мне очень понравились единственное в руках они суховаты вот с х с когда берешь китайские они такие никак не влажные не мокрые вот я не знаю с чем это сравнить бывают вот нити прям сухие а бывают прям в меру такие гладенькие но не шелковые обычные но но все равно гладенькие и приятнее и хотя эти тоже нормальные я нормально фиг ко всему отношусь что еще из моих замечаний и даже больше не замечаний пожалела что не постирала канву когда я ее постирала уже вышив работу я поняла что мне было бы приятнее и быстрее вышивать на более мягкой конве она настолько была накрахмалена что невозможно крестики кривые все колом все непонятно вот правильно мне моя подруга и вышивальная такая жизненная светлана говорила что постираешь все станет на место не не паникуй раньше времени но что-то и воду мутишь это я уже говорю сама себе она у меня девочка ну да девочка я тебя очень не обнимаю ты знаешь про кого я вот нужно просто не спешить паниковать а делать все размеренно и по порядку как она надо вот поэтому я всем и каждому советую сидел точно так как делает старуха как делает старуха шипа кляк вот что мне вспомнилось ну дебри бреда мы помним так советую всем постирать канву прежде чем вышивать и это что касается фирмы сделай своими руками или андрианы это мой первый набор от этой фирмы я не знаю в следующих будет ли такая крахмальная канва но точно я ее буду стирать и еще и еще я здесь вышивала бэкстич белые в две нити и и все равно его на окнах не видно абсолютно его нигде не видно он как будто проваливается белые здесь блики на бачках лисичек всех если они были в одну нить их просто не было и и вот это мне не очень понравилось и сам белый здесь вот прям белый белый как снег здесь не очень представьте вот осенний вечер и когда солнце просто заливает золотым все вокруг я бы наверное вот если бы вышивала этот набор еще раз вместо белого взяла бы а чем черт не шутит можно и золотой кренек и желтую нить блик заливка желтым блик желтый вот как будто из-за гор уже прощается с нами солнышко ложится спать и вот освещая и желтая макушка там будет у гор и все желтое еще и блестящее я как сорока но неважно я бы взяла вот желтый а не белый но это пожалуй все замечания которые я могу к этой работе применить приложить мне очень понравилось но как всегда и понравился результат оформлять вот очень хочется оформить в круглую раму смотрела смотрела уже рамы на вайлдберез подходящего размера не нашла там есть рама 16 сантиметров в диаметре если вы ее увидите вдруг для такой работы она не подойдет идите сходите в комментарии там просто обрезаны хвосты у лис не хочется хочется оставить его воздуха одинаково вокруг этого круга с рисунком и чтобы еще хвосты вмещали умещались а а это значит не 16 точно сантиметров а 20 как минимум вот это если самим оформлять лучше а в багетке вообще можно прорезь вот под хвосты под низ и сделать круг и чтобы вырезан был но это это все вам предложат если вы будете в багетке все это тело оформлять а я наверное с вами прощаюсь до следующего финиша который состоится совсем совсем скоро уж я тут точно с вами была лисе и сказочного леса сказочнее не бывает я вас обнимаю целую и желаю легких легких крестиков всем пока и 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 редко-редненько. Но если вы будете проявлять активность, если у меня будет много подписчиков, у меня будет больше стимула, потому что ни с Дзена, ни с Рутуба, ни с Контакта, тем более я не получаю никаких денег. Подписывайтесь в ВКонтакте на меня. Есть группа Сказочный лес. Это творческая группа с играми. И есть также группа Вышивка Даром. Россия. Но там уже не только Россия. Если вы договоритесь между собой в личных сообщениях, вы можете за рубеж отправлять остатки наборов, наборы, которые разочаровали и больше их не хочется вышивать. В общем, это такое сообщество друзей, которые готовы либо подарить, либо продать за недорого. вариантов много. Какие-то какие-то именно вещи для творчества. Не только вышивку, но и алмазку. Поэтому я вас жду в любой соцсети. Я не знаю, что будет с Ютубом. И подписывайтесь. Давайте вместе творить добрые дела. Давайте вместе останемся с вами на связи, чтобы что бы ни случилось.